Я, Гузаеров Равиль Якубович, являюсь заместителем по культурной работе нашего культурного центра. В Казахстане сабантой проводится. У нас с 90-х годов первые культурные центры как организовались, вернули этот традиционный наш сабантой праздник, вернули, дали жизнь, чтобы она продолжалась и дальше праздноваться в разных городах. Сначала они назывались культурный центр, потом этнографические объединения. Но суть дела, что изменением названия не менялось содержание этого праздника сабантой. Сабантой проводили, настолько она уже приняла, и наша администрация уже, так как с древних времен в этот день чествовали передовиков производства, передовиков пассивных работ. Несмотря на то, что он в городе проводился, администрация поздравляла всех передовиков производства, они, значит, президиумы на сцене, торжественную обстановку, они их поздравляли, подарки дарили, присваивали разные эти звания. То есть она не то, что только в народном плане, она стала общим достоянием всех слоев населения, всех слоев. Ну, если кратко сказать, значит, наши кулинарии, вы можете сами увидеть сейчас наглядно. Культурный центр полноценно начал у нас, как бы, работать и приумножать свои успехи, когда вот Габетов Турсон Салихович начал руководить. Ну, как бы, богатая вот эта вот кулинарная история татарской кулинарии, она получила общемасштабное развитие, развитие, потому что наглядно было все доступно и гостям нашей столицы, и тогда еще Алмата была столицей Казахстана. Было, значит, Турсон Салихович возглавлял свой первый ресторан по линии наверху Савантую. И здесь было, как бы, все стремились посмотреть именно вот национальные, сохраненные по старым рецептам татарскую кулинарию. Ведь иностранцы, когда приезжают, они всегда ищут что-то национального, чтобы было то, что кулинария, то, что традиции народа характеризовал, указывал на национальности тех людей, которые сохранили вот это достояние. Я считаю, это достояние народа. Культурный центр у нас с первых дней, она продолжала, естественно, возродила традицию, помощь престарелым людям, которые нуждались в какой-то помощи. А потом уже пошло в традиции, вошло у нас вот Дни Победы. Дни Победы мы собирали и продолжаем собирать фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, тыловых работников, ветеранов. Естественно, с каждым годом их ряды все меньше и меньше, к сожалению, меньше становится. Но, однако, мы стараемся их собрать за одним столом, показывать им культурную программу, военную тематику поднимаем. Ну, как бы сказать, готовиться каждому участнику какой-то материальной помощь в виде продуктов, ну и разные подарки там. Так, большое внимание мы уделяем действительно уходящим нашим заслуженным фронтовикам, ветеранам труда. И также у нас проводится, вот когда Савантуй проводится, да, общенародные, у нас, значит, организовывается бесплатный плов, в трех местах большие казаны, и плов раздается желающим. Вот, ну и кое-где там чай кипятят, тоже для отдыхающих, вот такие вот. Были моменты, мы продолжали еще изучение татарского языка, там бесплатно, казахского языка бесплатно. Ну, продолжается вот по необходимости, если даже кое-кто иногда адресные обращения бывают, адресные обращения тоже рассматриваются, по возможности тоже оказывается помощь. Работа с молодежью тоже, у нас большой вклад внес у нас Ринат Аюпов, вот он долгий год занимался с молодыми ребятами, вот, спортивной сексией работал. Они, значит, занимались борьбой, вот, молодежь, потом организовали дискотекой. Дискотекой не только там танцевать или что-то там пропагандировали, современные эстрадные музыки татарской, танцевальные, а также встречи, молодежь, чтобы общался между собой. И не где-нибудь там, а именно приходили определенные места, где предназначен проводить такие вечера. И молодые люди знакомились друг с другом. Потом очень много вопрос решался направить учиться татарской молодежи в Россию, российские вузы. Ну, в большинстве в Казан, в город Казань, набережные Челны там и разные даже другие города России. Было направлено очень много по направлению культурного центра. Люди, молодежь поехала, получила образование. И до сих пор продолжается вот этот хороший такой проект. Люди с удовольствием едут получать в России образование. И оттуда тоже приезжают в Казахстан, тоже они иногда обращаются, как порядок поступления в Казахстане у казахской вузы. То есть работа продолжается. Культурные центры, которые есть у нас в Алма-Ате и в Казахстане, мы тесно связаны с ними, так как все эти культурные центры объединены малой ассамблеей нашей республики. И все общие такие проводим круглые столы там. То есть все представители культурных центров часто мы собираемся в разных мероприятиях. Если какой-то культурный центр проводит мероприятие, они нас приглашают. Ну вот так вот, честное содружество, мы проводим общие такие культурные программы. Много в течение года получается, часто мы вместе встречаемся и проводим. Содружество, межнациональное содружество многонационального Казахстана, это действительно зависит от каждого человека той или иной национальности. Это, как бы сказать, вот я всегда говорил, наш татарский народ в Казахстан приехал первые годы, 500 лет примерно тому назад, начал с Россией в то время еще. Пограничные, приграничные города заселялись, приезжали, и потом все глубже и глубже в Казахстан. Они никогда не пришли с оружием на руках, я всегда говорю вот так, честно скажу. Они пришли. Первые были, которые пришли, это были педагоги, это были представители духовенства. Они, а потом появлялись уже купцы разного направления, купцы. Даже следы этих купеческих строений до сих пор у нас, они живые в Алмате, он, Казултан, это купцы Абдулгалеевы, два сына у него, дома ихние сохранились. Вот. То есть национальности, которые в Казахстане ощутились уже попозже уже, по, как бы сказать, по разным причинам репрессированные оказались в Казахстане, они нашли свою вторую родину. Вот оттуда, с тех годов уже, как бы сохранилось такое вот отношение людей разных национальностей друг к другу, очень человеческие отношения. Жители Казахстана у себя в семьях приютили, дали возможность. То есть это уже неотъемлемая часть, которая же, она в крови сидит всех этих национальностей, которые живут уже не одно поколение здесь. И она продолжается в том же направлении, как было первоначально, вот это все создан. Дружбе, трудолюбие и общие интересы развития этого государства, где ты проживаешь. Вот я считаю самую силу этого народа в его дружбе, в его трудолюбии и добиваться совместными усилиями развития республики. Естественно, наш культурный центр, она работает тесно, вместе с Малой Ассамблеей. Она, значит, у нас в городе, городской есть Малая Ассамблея города Алматы, но также Республиканская Малая Ассамблея города Алматы находится. Курсум Салейкович является членом Ассамблеи народов Казахстана. Все мероприятия, которые проводятся в Астане по линии Малой Ассамблеи, или Турсум Салейкович сам туда едет, иногда едет, значит, у нас молодой Ринат Аюпов, который возглавляет Молодежное крыло. И они всегда участвуют в наших мероприятиях, что главное, как только мы известим, они с удовольствием приезжают. Вот все эти праздники, когда проводятся Дни Победы, обязательно члены Малой Ассамблеи у нас, также с администрацией города, они все у нас вместе с нами проводят мероприятия, вместе, совместно. То есть иногда даже они дают нам направление, какое направление нам продолжать работать. Естественно, без них мы, как бы, они являются как рулевой в нашей работе.